Пенообразователь, смешиваясь с водой, и этот состав, попадая на горящий какой-то объект, образует специальную пленку, которая не пропускает кислород и, соответственно, позволяет быстрее потушить пожар. Имеется уникальная установка, называется термоманекен. Зимняя вишня — это сложилось много факторов, именно нарушение правил пожарной безопасности. На стадии проектирования, строительства, несоблюдения всех требований, правил, нормы, поэтому это привело к такой таргенде. Почему решили стать сотрудником МЧС? Я уже работаю в нашем научно-исследовательском институте пожарной безопасности, проблем, чрезвычайной ситуации более 25 лет. Как я попал в эту профессию, ну, можно сказать, ну, где-то я и мечтал в детстве, да, быть пожарным. Я родился 25 июля, в день пожарной службы, как бы, наверное, судьба это и определила. Немножко образование у меня было не по профилю изначально, но потом я получил профильное образование. И вот уже много лет, да, я работаю в нашем институте и как бы не менял место работы за эти годы. Это были 90-е годы, тяжелые, было очень, ну, сложно устроиться куда-то на работу. Вот был вариант, предложили попробовать, тогда это был республиканский научно-практический центр пожарной безопасности. И вот я устроился на работу и, как бы, с тех лет совершенствуюсь в области пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях. Работа в нашем институте, она не связана непосредственно с участием в ликвидации каких-то чрезвычайных ситуаций, но в то же время от того, что делает наш институт, зависит, конечно, то, как качественно наши подразделения смогут в дальнейшем выполнять свои функции, потому что мы занимаемся разработкой как специальной аварийной пожарной техники, экипировки пожарных спасателей, различных автоматических средств обнаружения пожаров и их ликвидации. Поэтому здесь такая творческая, я бы сказал, работа, когда нужно определить проблему, разложить ее на составляющие и найти пути решения. Соответственно, и на выходе получить какой-то результат. Наш результат – это, соответственно, какая-то готовая продукция, которая будет в дальнейшем применяться нашими подразделениями. Про научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС. Наш институт, его деятельность начинается с 1956 года. Это были послевоенные годы, когда страна была разрушена и, соответственно, нужно было восстанавливать. Активно применялись различные новые строительные материалы. Ну, в основном это было, конечно, дерево, да, и строили деревянные дома, и их необходимо было защитить от пожаров, потому что, ну, такое время сложное. И, соответственно, было принято решение в различных регионах Советского Союза создавать пожарно-испытательные станции. Был Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной обороны в Москве. Было решение, там принято создавать филиал. И одна из пожарно-испытательных станций была открыта в 1956 году в городе Минске. Занимались тогда решением таких задач, это огнезащита конструкций, экспертиза произошедших пожаров. Надо было решить такие задачи, как понять, почему произошел пожар, как сделать так, чтобы это не повторилось. И, соответственно, из этой пожарно-испытательной станции многие-многие годы мы развивались и, соответственно, пришли уже к научно-исследовательному институту, который сегодня является главным в республике подразделением в области обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций. Я бы сказал так, что если бы на сегодняшний день не было нашего института, то, конечно, нам бы приходилось вот эти задачи, которые мы решаем, просить кого-то на старание решать. И, соответственно, это финансовые затраты, это временные затраты, это необходимость искать специалистов соответствующего уровня. Ну, на сегодняшний день наш институт оснащен и всем необходимым оборудованием, и высококвалифицированным персоналом, который может решать эти задачи оперативно, качественно и на высоком уровне. Ежегодно на нашем полигоне проводится более 2000 испытаний различных материалов, веществ, конструкций, оборудования. Соответственно, как отечественные производители могут, не выезжая за пределы страны, провести полный комплекс испытаний, определить все показатели безопасности в чрезвычайной ситуации своей продукции, получить соответствующие разрешительные документы, это либо протокол испытаний, либо сертификат соответствия, и, соответственно, применять как в нашей стране, так и в рамках Евразийского экономического союза. В основном, все уникальные объекты строительства, которые возводятся у нас в стране, они были, ну, все материалы, конструкции, которые там применяются, они были испытаны на нашем полигоне. Как создают экипировку для спасателей? Сегодня наш спасатель полностью оснащен отечественной экипировкой на 100%. Для того, чтобы получить эту экипировку, необходимо провести очень большой комплекс исследовательских работ. Это, во-первых, необходимо подобрать материалы, которые будут соответствовать изначально всем требованиям нормативных документов, и также будут эргономичными, комфортными, легкими. Вот коллектив нашего института, он изначально начинает работать в этом направлении, они выбирают как материал верхнего слоя одежды, материал подкладки теплоизоляционной. Для того, чтобы оценить, как материалы выдерживают высокие температуры, соответственно, имеется комплекс испытательного оборудования. Материалы для боевой одежды, они должны обладать рядом физико-технических показателей. Это стойкость к огню, стойкость к высокой температуре, водостойкость. Она не должна протираться, ломаться. Опять же, должна хорошо себя вести при перепаде температуры. Например, сами понимаете, что пожарный, когда тушит пожар, например, зимой, он входит в помещение, где температура может достигать порядка 800 градусов, и после этого выходит на улицу, где температура может быть минус 20 градусов. И, соответственно, одежда после такого критического перепада температур, она должна обеспечить свои защитные свойства. Поэтому все испытательные установки, которые имеются в нашей лаборатории, они позволяют смоделировать вот эти ситуации. Например, для того, чтобы определить ту же огнестойкость материала, материалы подвергаются поджиганию. Но это не только там, что мы его, допустим, спичкой подожгли и посмотрим. Есть специальные горелки, которые гастированные, которые обеспечивают определенную температуру, определенный вид пламени. И, соответственно, это ведет поджигание как, может быть, с краю материала, так и на поверхность. И, соответственно, вот этот материал, он не должен гореть. Опять же, если берем воздействие высоких температур, при пожаре, при горении материалов, любой пожарный, он подвергается воздействию теплового потока. Соответственно, есть испытательные установки, которые этот поток могут смоделировать. И посмотреть, как эта ткань, как этот пакет материалов, он ведет себя при воздействии теплового потока. Например, потушение пожара связано с тем, что различные бутылки вещества, например, вода, его где-то полили водой нашего спасателя. Опять же, вода не должна проникнуть под одежду и, соответственно, доставить дискомфорт тому же нашему работнику. Поэтому, опять же, это есть целый комплекс испытательного оборудования, который позволяет оценить эту водонепроницаемость одежды. А для того, чтобы в комплексе оценить, как себя одежда поведет уже в виде костюма, для этого у нас имеется уникальная установка, называется термоманекен. На каждой части которого можно измерить, соответственно, температуру, значение теплового потока и уже при оценке результатов испытаний посмотреть, как вообще вот эта одежда в реальных условиях себя поведет. Как будет человек чувствовать себя в дискомфорт, сможет ли он получить где-то ожог в каком-то месте. Это все оценивается на вот этой установке. И после этого делается заключение вообще, может ли эта боевая одежда применяться подразделениями по чрезвычайным ситуациям. Сегодня институтом разработана широкая линейка экипировки пожарных спасателей. Та же боевая одежда, она может применяться как непосредственно для тушения пожаров, так и для выполнения различных работ, не связанных с тушением пожаров. И также это могут быть пожары с очень высокой температурой. Это если вы видели такие теплоотражающие костюмы, когда на нефтебазах, мы будем так, пример привести, скафандр, да, такой край, вот такая одежда тоже у нас разрабатывается. И все показатели безопасности, они должны быть в обязательном порядке определены. Без этого ни один элемент экипировки, ни одно устройство не будет применено в подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Сегодня с нашей экипировкой знакомы наши коллеги за рубежом. Осуществляются поставки в страны как Евразийского экономического союза, так и в дальние зарубежья. Это Узбекистан, Россия, Казахстан. И вот буквально была недавно поставка на Акубу. Про современную противопожарную технику. В нашем институте разработана широкая линейка специальной аварийно-спасательной пожарной техники. Это пожарные автомобили различного класса, различного предназначения. Автоцистерны могут привозить различное количество огнетущего вещества. Это начиная от 5 тонн и заканчивая 12 тоннами. Соответственно, любой пожар, как в мегаполисе, так и в каком-то маленьком населенном пункте, можно ликвидировать очень оперативно, так как в качестве базового шасси применяется высокоманевренное скоростное шасси МАЗ отечественного производителя. Опять же, вся надстройка аварийно-спасательной техники на сегодня изготавливается из композитных материалов. Она долговечна, не подвержена коррозии. Поэтому техника очень надежная. Будем так говорить, сегодня, например, на селе можно потушить любой пожар с колес, не пользуясь водоисточником. Так как автомобиль привезет 12 тонн воды, соответственно, оперативно потушит пожар. В Советском Союзе была, конечно, очень сильная школа пожарно-варийно-спасательной техники. Но, опять же, это все устарело. Техника уже достаточно древняя. Поэтому, наверное, у наших граждан возникал раньше вопрос такой, что вот приехали пожарные и без воды не могут потушить. Потому что техника вывозила очень малое количество воды. Соответственно, надо было поставить ее на какой-то водоисточник и шлять подачу огнетушающего вещества. Сегодня автомобиль, имея на борту 12 тонн огнетушающего вещества, может потушить практически любой пожар, не заправляясь. Сегодня пожары тушат огнетушающими веществами специальными. Это вода и пенообразующие составы. Пенообразователь, смешиваясь с водой, и этот состав, попадая на горящий какой-то объект, образует специальную пленку, которая не пропускает кислород и, соответственно, позволяет быстрее потушить пожар. Как проверяли белорусскую АЭС? Из таких самых значимых объектов, наверное, я приведу нашу белорусскую атомную электростанцию. И практически все строительные конструкции, все средства обнаружения пожаров, автоматической ликвидации, они проходили испытания на испытательном полигоне нашего института. Процедура такая, что сначала объект обращается в наш институт с соответствующей заявкой, с описанием тех конструкций, либо оборудования, которые необходимо испытать. Дальше мы смотрим, каким стандартам нужна соответствовать эта конструкция, либо оборудование. Дальше проводим необходимый комплекс испытаний. Пример для строительных конструкций – это определение огнестойкости. Конструкция монтируется в специальную испытательную печь, где создается условие, которое имитирует температуру реального пожара. И дальше в течение какого-то определенного времени, которое необходимо для этой конструкции, наши испытатели оценивают, соответственно, было ли разрушение, были ли прогары конструкции, был ли выход дыма, соответственно, из этой конструкции. И делается заключение о том, какой предел огнестойкости данная конструкция имеет, чтобы ее можно было в дальнейшем применить, соответственно, на этом объекте по тем условиям и области применения, которые она заявлена. Многие конструкции, которые применяются на той же белорусской атомной станции, они нестандартные, поэтому и здесь необходимо было и где-то разработать методику проведения испытаний. Это, соответственно, какая-то научная работа или опытно-конструкторская работа. Поэтому наши специалисты изучали эту конструкцию, рассматривали возможность ее поведения при пожаре, соответственно, определяли места, где поставить датчики температуры, как эту конструкцию лучше разместить в испытательной установке. Ну, достаточно сложная работа, кропотливая, творческая, я бы сказал. Здесь, может быть, чтобы было понятно, хочу привести такой пример. Есть такая строительная конструкция, которая называется заполнение противопожарной преграды. Ну, по-русски, по-простому будем говорить. Это, например, противопожарная дверь. Это дверь, которая, соответственно, имеет предел огнестойкости. То есть сколько-то в минутах времени, которое она будет удерживать огневое воздействие с одной стороны. И это значит, что с другой стороны человек уже будет в безопасности именно в то время, на которое рассчитана эта противопожарная дверь. Например, это 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут, ну и так далее. И это позволит людям безопасно эвакуироваться при, не дай бог, случится пожар. И, опять же, нашим подразделениям позволит тоже безопасно подойти, ликвидировать какую-то аварийную ситуацию. Про безопасность зданий Беларуси. В нашей стране безопасность тех же жилых домов или общественных зданий, она закладывается еще на стадии проектирования. Любой проектировщик, он смотрит, как спроектировать здание, чтобы оно было безопасно для людей. Например, если это жилой дом, соответственно, должны быть в нем предусмотрены какие-то и безопасные зоны для того, чтобы люди могли эвакуироваться. Это автоматика, это дымоудаление из квартир, из подъездов, общих помещений. Если возьмем любой торговый центр, соответственно, опять же, это должно быть оповещение об эвакуации, безопасная эвакуация людей из здания в случае пожара, ну и так далее. Поэтому, ну, что касается Республики Беларусь, ну, я бы сказал, что здесь у нас очень внимательно смотрят за безопасностью и ее соблюдают. Зимняя вишня – это сложилось много факторов, именно нарушение правил пожарной безопасности на стадии проектирования, строительства, несоблюдения всех требований, правил, норм, и поэтому это привело к такой таргедии. Можно ли попасть в институт не сотруднику? Этот год главой государства определен как год качества, и наш институт очень активно работает в области повышения качества выполняемых работ, услуг. Наш институт отмечен премией правительства в области качества, и в этом году мы планируем подтвердить это высокое звание. И также в год качества мы проводим конкурс, который называется «Про безопасность вместе». В этом конкурсе могут участвовать все граждане нашей страны, предложить какие-то инновационные разработки в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, и этим внести свой вклад в безопасность нашей страны. И для участников конкурса мы можем предоставить такую уникальную возможность – это посетить наш институт, посмотреть, чем занимаются работники нашего института, ознакомиться с испытательным оборудованием, с теми разработками, которые мы проводим. Также приглашаю всех посетить музей МЧС, который находится на улице Городской вал. Очень известное старинное здание, в котором уже более ста лет было размещено пожарное депо. Приходите, все увидите своими глазами, все расскажем и покажем. Напоминаем правила безопасности. Для того, чтобы любой гражданин чувствовал себя безопасно в своем доме, ему, во-первых, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Ну, иногда, наверное, кажется, что правила пожарной безопасности – это так сложно и непонятно, что нужно много всего запомнить. Но в самом деле правил безопасности их совсем немного. Во-первых, это необходимо соблюдать правила обращения с открытым огнем, самое главное. Второе – не использовать неисправного электрооборудования, следить за тем, чтобы проводка была исправна, не оставлять включенными электроприборы. Знать номер пожарной службы 101 или 112, рассказывать своим детям, близким вот эти правила и ежедневно помнить и соблюдать. Ну и также, что касается сельской местности, это, соответственно, должно быть исправно печное отопление. Ну, опять же, это правила обращения с открытым огнем. Если печка будет ежегодно не обслуживаться, она будет не побелена, она будет иметь трещины, ну, это может привести к пожару и очень печальным последствиям. И также родители должны помнить о том, что детей нельзя оставлять без присмотра, потому что очень много случаев возникает того, что дети одни, они начинают играть со спичками, с открытым огнем, и все, опять же, приводит к пожару.